Зенит Неплохо было, кстати говоря. То есть я думал, что можно добивать, в принципе, за штрафной, но... Они уже настоящие РПЛки, но 8 на 8 они встречаются уже не первый раз. До этого они встречались уже три раза и по встречам, кстати говоря, 1-1-1. Удар поворотом дальний и чуть-чуть выше. Очень неплохой удар мог получить. Напоминаю, что формат 8 на 8, два тайма по 30 минут. 7 плюс 1. Удар поворотом и опасно. Голкипер на месте, добивания нет. Нет добивания, защитник на месте. Мяч остался у ротора, но мячом можно уходить в контратаку, но ротор уже успел вернуться в оборону. В центре поля мяч. Навес в штрафную, Зенит, но здесь на пенальте. Здесь, безусловно, на пенальте. 29 номер будет бить, видимо. 29 номер. Удар и голкипер сейвит. Добивать не... Удар поворотом и первый на мяче. Защитник Зенита. Зенит здесь пытается выйти, но мешкается немножко. И здесь опять не получается удар поворотом. И Зенит опять впервые накрывает этот мяч. Но мяч до сих пор ротора. И пенальти ли это? Это опять пенальти. Второй пенальти в этом матче. Один сегодня уже был не забит. Но если забьет ротор, будет интересно. 1-1 все-таки круче, чем 1-0. Вчера очень смеялся, когда узнал, что Роналду укусила пчелая, поэтому он не играл в матче с Хорватией. Удар поворотом будет сейчас. И это гол. 1-1. Ротор сравнивает в пенальти. 2-й пенальти в этом матче. И только первый забитый. Заменившие двух человек, как-то неудивительно. Футболистов. Здесь Зенит. Нападение, удар поворотом. Сейф неплохой сейчас был. Такой шедевральный, я бы сказал. Очень эластичный и красивый. Такая передача, которая привела к тому, что здесь немножко замешкались игроки. Зенит удар поворотом. Это гол. Очень красиво. Очень красиво. Знаете, вот, возвращаясь к своим фразам про то, что 8 на 8 можно бить отовсюду. Вот он удар. То есть до этого они немножко поглубже мяч затаскивали. И там что-то со штрафа, со флангов создавали. Здесь как-то при мяче в центре. Удар поворотом. Здесь Зенит 1-1. Удар поворотом. И это 3-1. Момент был создан буквально из ничего. И это 3-1. Зенит вернулся в кондицию первых 5 милов, когда он там на голову лучше. Сейчас он хоть и атакует поменьше, чем в начале. И 21 номер на мяча. Мало ли он что-то создаст. Удар поворотом и стенку. 4 человека в стенке были. И конец первого тайма. Хоть. Защитник ротора думает, обрабатывает информацию и отдаёт голкиперу. Голкипер ошибается и спасает сам себя. Но такие ошибки допускают. Ротор и мяч потерян. Не так должны развиваться атаки. Возможно, это 4-1. Здесь даже не хочется ничего комментировать в данном моменте. Ротор привёз на ровном месте, ошибывшись. Опять он у ротора. В последние несколько минут ротор, наверное, ввёл больше аутов, чем за всю игру. Десятка. Пробует. И очень неплохой удар, кстати. Говорил, знаете, я что-то сегодня читаю игру. Зенит опасно играет, но это не был фоу. Просто борьба. Достаточно пробивная позиция. Уже некуда отдавать, только совсем подальше от штрафной. Не пробует. Что-то пытается попробовать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это очень... Хочется сказать красиво, но это странно. Это... Бац-бац-бац и мяч в ворота. Аккуратненько. Один. Никто там не встречает его удар по воротам. И здесь накрыт был мяч. Но он остаётся у ротора. Мяч уже на дальнем от нас фланге в районе углового флажка. И можно прострелить. Но это удар по воротам. И... Здесь игроки Зенита считают, что аут был введён неправильно. Но... И это 4-3. 4-3. Здесь начинаются споры по поводу аута. Но... Хочу сказать, ты свои пять копеек по ауту. Но уже 4-3. Уже 4-3. И всё-таки второй там оказался более забивным. Наверное. Я уже не помню сколько первых забили. Удар по воротам. И это гол. Ну вот... Я... Готов осмелиться сказать, что это была ошибка судьи. И эта ошибка приводит к тому, что Зенит опять уходит в плюс два. И... И... Здесь очко. И... Фала тут, наверное, всё-таки не было. И удар по воротам. И чуть-чуть мимо ворот. Все возможные свои показатели на максимум. И доведёт какую-то... Доведёт эту игру до какого-то логического завершения. Но здесь Ротар... Не пропускает мяч. До сих пор они на своей половине поля. Здесь навес на дальний фланг. Точнее, на ближний фланг к нам. На дальний от навешивающего игрока. Не пробует. Хотя... Уже такая позиция была пробивная. Достаточный удар по воротам. И не успел замкнуть. Остаётся меньше 5 минут в данной игре. Давай, стоп! Ну вот и очередная ошибка Ротара допущенная. То есть... Которая не привела к голу, но привела к опаснейшему моменту. Вначале матча-то всё было хорошо. Ротар друг друга увидел. Я это отмечал. Здесь у главы разыгрывается удар по воротам. И там нападающий Ротар спасли. Уже никто здесь ничего и не создаст. Вероятнее всего. Ну, в смысле, создаст и создаст. Но это ни к чему не приведёт особо. Потому что... Зениту и голы нужны для разницы голов. И хорошим нему. И... Получилась ошибка. Зенит! Ну, здесь фолл был. Да, Стас, что-то это опасно. Он жёсткий. И жёлтый карточек наказывает. Будут ли пробивать? Удар поворотом! Мы... 7-3. 7-3. 7-3. Ну, логическое ли это завершение этой игры? Субтитры сделал DimaTorzok